Всем привет, друзья! С вами снова я, Тимур Майнкрафт, и сегодня я учитель математики, да, я учитель математики, и сегодня я буду проверять домашние работы седьмого и пятого классов. Так, что же у меня есть? Красная ручка, чтобы проверять, ну, чтобы ставить оценки детям, и синяя ручка для того, чтобы выставлять оценки в журнал. Так, ручки мы пока отложим. Так, как вы могли заметить, у меня еще есть два журнала, один по алгебре, один по математике. Так, ну вот у меня, что у меня в журнале по алгебре. Тут у меня седьмые классы, дальше там восьмые, девятые, десятые, одиннадцатые. И вот что у меня в журнале по математике. Так, здесь пятые классы, дальше там шестые, шестые, и все. Потому что с седьмого класса уже начинается алгебра. И у меня еще есть две стопки тетрадей. Одна это из седьмого А класса по алгебре, а вторая стопка тетрадей из пятого Б класса по математике. А еще, по-моему, у меня где-то есть журнал по геометрии, но сейчас у меня, сейчас он мне не нужен. Так, эту стопку я отложу, журнальчики я тоже отложу. А, кстати, у меня еще есть вот такой вот калькулятор, чтобы проверять вычисление учеников. Итак, берем красную ручку и начинаем проверять тетради по алгебре из седьмого А класса. Захаров Роберт, седьмой А класс, алгебра. Так, это у нас тетрадь Захарова Роберта. Так, я седьмому А классу задавал одну задачу, и там пару уравнений решить. Так, 1 октября, домашняя работа, задача номер 98. Тут была задача на повторение с четвертого класса, но там была скорость течения, скорость лодки. Думаю, это был четвертый, пятый класс. Так, течение реки и лодка. Ну, таблицы он сделал. Ну, можно было сделать и таблицы, и краткой записью, но Роберт сделал таблицу. Так, у нас тут есть скорость, время и расстояние. Так, течение реки это 4,6 км в час, и скорость лодки 23,4 км в час. Нужно было найти расстояние, а время 3 часа. И еще можно было сделать по действиям, ну, либо выражениям. Ну, Роберт у нас сделал по действиям. Так, 23,4 плюс 4,6, это получается 28 км в час скорость лодки по течению. Так, проверяем. 23,4 плюс 4,6, да, получается 28 км в час. И 28 умножить на 3, получается 84 км, это расстояние. Так, проверяем. 28 умножить на 3. Да, все так, получается 84. Ответ 84, задача решена верно, можно ставить галочку. И номер 104. Тут были уравнения. Так, 7х плюс 8у при х равно 5 девятых, у равно 8 девятых. Итак, 7 умножить на 5 девятых плюс 8 умножить на 8 девятых. Получается, 7 умножить на 5, 1 умножить на 9. Тут ничего сократить нельзя, 9 на 7 не делится. И 8 на 8, 9 на 8 не делится. Так, ничего сократить нельзя. Итак, 7х5, 35 и 8 на 8, 64. Получается, 99 девятых равно 11 первых, ну, или же просто 11. Задача, фу, и пример решен верно, ну, то есть уравнение. И 12а плюс 10b при а равно 2 третьих, b равно 5 шестых. Так, 12 умножить на 2 третьих плюс 10 умножить на 5 шестых. Так, 12 умножить на 2, 1 умножить на 3, 3 и 12 он сократил. И 10 умножить на 5, 1 умножить на 6 он сократил. И получается 8 первых плюс 25 третьих. Общий знаменатель 3, 24 третьих плюс 25 третьих. Получается 49 третьих или 16,1 третье. Так, все верно. Пример решен верно, задача решена верно. Поэтому можно смело ставить пятерку. Итак, следующая тетрадь это Михайловой Алисы из 7-го А-класса. По алгебре у нее здесь еще такая собачка с подарком наклеена. Посмотрим, что она решила здесь. Так, что это тут такое? Так, 0, 1, 10, домашняя работа, задача номер 98. Скорость течения равно 4,6 км в час. Скорость лодки 23,4 км в час. Расстояние неизвестно. Время 3 часа. Но это нужно расстояние по течению найти. Так, она сделала выражение. 23,4 плюс 4,6 умножается на 3 и получается 84. Так, тут она подписала промежуточный вариант. 28 км в час. Ну и можно говорить, что задача решена верно. Можно спокойно ставить галочку. Итак, номер 104. 7х плюс 8у при х равно 5,9. У равно 8,9. 7 первых умножить на 5,9 плюс 8 первых умножить на 8,9. Равно 35,9 плюс 64,9. Получается 99 десяток, ну или же 11. Пример решен верно. 12а плюс 10b при а равно 2,3, b равно 5,6. 12 первых умножить на 2,3 она сокращает. 10 первых умножить на 5,6 она сокращает. Получается 8 первых плюс 25 третьих. Получается общий знаменатель 3. Получается 24 третьих плюс 25 третьих. Получается 49 третьих и 16,1. Так, ну все. Уравнение решено верно. Задача решена верно. Можно смело ставить пятерку. Итак, следующий это... Это кто вообще? Оплев. Так, так, подождите. Где мой журнал? Так, кто у нас в седьмом банном букву? Орлов Иван. Это Орлов Иван. Он пишет какие-то... Он буквы пишет как китайские иероглифы. И вообще фиг поймет, что... Фиг вообще поймет, что там у него написано. Да, почерк. Итак, 1 октября. Домашняя работа номер 98. Так, а где задача? Сейчас я ему напишу. Задача. Задача номер 98. Скорость течения равна 4,6 км в час. Скорость лодки равна 23,4 км в час. Расстояние неизвестно. Время 3 часа. Так, он делает по действиям. 23,4 минус 4,6 равно 18,8. Так, а почему он вычитает? Когда нужно складывать... И получится не 18,8, получится 28 км в час скорость лодки по течению. 18,8 умножить на 3, получается 56,4. Так, дует 28, и получится здесь 84. 84. Ну, задача решена неверно. Ставим минус. Номер 104. 7х плюс 8у. Есш... Или что это у него? Если это... Так, если, по-моему, это у него... Если х равно 5 девятых, у равно 2 девятых, или что это такое? Это у него восьмерка такая, или что это? Вот это. Походу, это 8 у него такая. То. 7 умножить на 5 девятых, плюс 8 умножить на... На 0 девятых, или... Да блин, вообще почерк этого Вани, вообще его фиг поймёшь. Так вообще тут 0 девятых написано. Учитель реально может подумать, что это 0 девятых. Но я всё-таки думаю, что это 8 девятых. У него восьмёрка такая, я знаю его почерк. И 7 умножить на 5. 7 первых умножить на 5 девятых, плюс 8 первых умножить на 8 девятых. Равно 35 девятых, плюс 72 девятых. 72 девятых. Не понял? А почему у него 8 на 8 равно 72? Будет 64 девятых. И будет не 107 девятых, а будет 99 девятых, 11 первых, или равно 11. Так. Уравнение решено неверно. 12а плюс 10b. Если а равно 3, b равно 5 шестых, то 12 умножить на 2 третьих, плюс 10 умножить на 5 шестых. И где решение? А где решение? Хорошо, я сейчас ему напишу замечание. Так. Считаем ошибки. Для тех, кто не понимает, расскажу. Одна ошибка, 0 или 1 ошибка, это 5. 2-4 ошибки, это 4-ка. 4-5 ошибок, это 3-ка. Ну, а 6 и более ошибок, это 2-ка. Ну, или же домашняя работа вся решена неверно, это тоже 2-ка. Так. Ну, у него полностью домашняя работа решена неверно, и, как видите, у него все красное, поэтому ему можно спокойно ставить 2-ку этому Орлову Ивану. Так, следующий у нас Афанасьев Павел. Да, он так пишет, у него наклонены буквы вправо. Так. Так, домашняя работа, номер 98. Так, еще один мне написал задачу. Задача. Задача номер 98. Скорость течения реки 4,6 км в час. Скорость лодки 23,4 км в час. Расстояние по течению вопроса, это неизвестно. Время равно 3 часа. Так, 23,4 плюс 4,6 получается 28. Это верно, скорость по течению. По течению. И 28 умножить на 3 получается 84 км. Это расстояние. Ответ 84 км. Молодец, задача решена верно. Итак, теперь 104 номер. 7х плюс 8у. Если х равно 5 девятых, у равно 8 девятых, то... Так, 5 девятых он хотел здесь умножать на 7, но он зачеркнул. Но если ученик сам понял свою ошибку, это за ошибку не считается. 7 умножить на 5 девятых плюс 8 умножить на 8 девятых равно 7 умножить на 5, 1 умножить на 9 и 8 умножить на 8, 1 умножить на 9. 35 девятых плюс 64 девятых равно 99 девятых или 11. Молодец. Пример решен верно. Уравнение решено верно. 12а плюс 10b. Если а равно 2 третьих, b равно 5 шестых, то 12 умножить на 2 третьих плюс 10 умножить на 5 шестых, получается 12 и 3 он сокращает, получается 12, там, где вместо 12, 4. И почему-то он 6 и 10 не сокращает. Так, 8 плюс 56. Общий знаменатель он сделал там 6, получается 48 шестых плюс 56. 98 шестых сокращает, получается 49 третьих и выделяет целое, получается 16,1 третье. Ну и так тоже можно решить. Уравнение решено верно. Так, считаем ошибки. Ну то, что забыл написать задачу, это за ошибку не считается. Поэтому Афанасьев Павел получает заслуженную пятерку. И последняя тетрадь, это Яковлева Анна, 7-й А-класс, алгебра. Да. Ой, господи, у неё почерк, а будто она опаздывает куда-то. Так, 1 октября, домашняя работа, задача номер 98. Так, а почему у неё таблица начерчена ручкой и не по линейке? Чтобы вы понимали, за то, что ученик начертил таблицу или отрезок, или геометрическую фигуру ручкой и не по линейке, я за это снижаю балл. Так что мы ей уже будем ставить 4, а не 5. Потому что на балл ниже оценка. Итак, течение 4,6, лодка 23,4. А 4,6 и 23,4 чего? Метров? Километров? Тон? Центнеров? Так. Ну и неважно, ну понятно, что будет километр в час, потому что, ну, тут она написала. Так, расстояние неизвестное и время 3 часа. 23,4. Так, так, первым действием получается 28 скорость по течению. И 28 на 3 получается 8,4 километра расстояния. Так, сейчас я и напишу. Ручкой не чертить, только каран дошом и по линейке. Ну, еще вот это вот подчеркну. Так, и 84 километра, ну, задача решена верно. Так. Номер 104. 7х плюс 8у при х равно 5 девятых, у равно 8у. А, это уже у нее девятка такая. У нее же почерк, как будто она опаздывает куда-то. Так, 7 первых умножить на 5 девятых плюс 8 первых умножить на 8 девятых. Получается 35 девятых плюс 64 девятых. Получается 99 девятых. 11 первых или 11. Молодец. 12а плюс 10b при а равно 2 третьих, b равно 5 шестых. Так, тут она сокращает, где 12 и 3, и где 10 и 6 она сокращает. Так, общий знаменатель 3. Она складывает, получается 49 третьих. И почему-то она не выделила целую часть. И получается 16 целых 1 третья. Ну, если пример решен не до конца, то это тоже считается за ошибку. А, или не помню, что вы мне так говорили. По-моему, не считается за ошибку. Но ей можно ставить 4. Ну, потому что она здесь решение делает верное. Она просто целую забыла выделить. 4. За начерченную ручкой таблицу. Итак, теперь мы берем журнал. Так, калькулятор я пока отложу. И теперь мы берем синюю ручку. И смотрим оценки. Так, Яковлева я поставил 4. Яковлева Анна 4. Афанасьеву Павелу я поставил 5. Так, 5. Орлову Ивану я поставил 2. Так, 2. Михайловой Алисе я поставил 5. 5. Так, и тетрадь Захарова Роберта я ему тоже поставил 5. 5. Так, ну всё. Оценки в журнал по алгебре выставлены. Так, теперь я откладываю журнал по алгебре. И беру журнал по математике. И стопку тетради 5-го Б класса. Так, журнал я пока отложу. Так, берем калькулятор, чтобы проверять вычисления. Так, у меня тут часы включились на калькуляторе. Да, у меня такой калькулятор. Так, и первая у нас тетрадь. Это тетрадь. Кого? Тихомировой или Тихомарова? Сейчас я по журналу посмотрю. Это кто она, Тихомарова или Тихомирова? Скорее всего, Тихомирова. Тихомирова, да. Это у неё и такая оказывается. Так, теперь берем красную ручку. Я 5-му Б классу задавал это самое. Два номера с дробями. Один номер на повторение и один номер по теме. Ну, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями мы сегодня с ними проходили. Итак. 1 октября. Домашняя работа. Номер 48. 5 девятнадцатых плюс 4 девятнадцатых равно 9 девятнадцатых. Итак, 5 плюс 4, это получается 9. И 9 девятнадцатых. Молодец. Пример решен верно. Да, для тех, кто в танке и не понимает, как это складывать дроби с одинаковыми знаменателями, нужно сложить числители, а знаменатель оставить прежним. 20 двадцать третьих минус 1 двадцать третье. Получается 19 двадцать третьих. Так, верно. 1 третье плюс 2 третьих равно 3 третьих. Получается 1. Да, ну, да. Я говорил пятому классу, что если дробь 1 первая, 2 вторых, это единица. Так, тут тоже решено верно. Итак, 2 пятнадцатых плюс 4 пятнадцатых, получается 6 пятнадцатых. 4 плюс 2, 6. Знаменатель оставляем прежним. Молодец, верно. И, для пример, 57 сотых минус 17 сотых, получается 40 сотых. 57 минус 17, получается 40. Так, 48 номер решен верно. И теперь 53 номер по теме. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 четвертая плюс 2 третьих. Так, приводим общий знаменатель. Получается 3 двенадцатых плюс 4 двенадцатых. И получается 7 двенадцатых. 4 плюс 3, 7. Пример решен верно. 2 третьих минус 1 девятая равно 6 девятых. Минус 1 девятая, получается 5 девятых. Так, дважды 3, 6. Так, пример решен верно. 3 восьмых плюс 1, она вторая. Общий знаменатель 8. Так, добавляем 4. Так, 3 восьмых плюс 4 восьмых. 4 плюс 3, 7, получается 7 восьмых. Пример решен верно. Итак, Г. 9 десятых минус 3 четвертых. Так, общий знаменатель 40. 4, 10. 36 сороковых минус 30 сороковых. Получается 6 сороковых. Верно. Д, пример. 8 пятнадцатых плюс 10 пятнадцатых. Общий знаменатель 150. Получается 80 восьмых плюс 15 восьмых. И получается 95 восьмых. Так, сейчас я проверю. 80 плюс 15. Да, 95 восьмых решено верно. 3 четвертых минус 1 двенадцатая. Общий знаменатель 12. Добавляем 3. 9 двенадцатых минус 1 двенадцатая. Получается 8 двенадцатых. Молодец, все верно. Тихомирова Алиса получает заслуженную пятерку. Итак, следующая тетрадь это Котова Василисы. Котовой Василисы. Итак, 1 октября домашняя работа номер 48. 5 девятнадцатых плюс 4 девятнадцатых равно 9 девятнадцатых. Тут она даже пишет объяснение. Верно. 20 двадцат третьих минус 1 двадцат третье получает 19 двадцат третьих. Это верно. 1 третья плюс 2 третьих получается 3 третьих или единица. Это верно. 2 пятнадцатых плюс 4 пятнадцатых равно 2 плюс 4 деленное на 15. Получается 6 пятнадцатых. Это верно. 57 сотых минус 17 сотых равно 57 минус 17 сотых. Получается 40 сотых. Молодец. Верно. И номер 53. 1 четвертая плюс 1 третья. Общий знаменатель 12. Получается 7 двенадцатых. Верно. 2 третьих минус 1 девятая. Так. Общий знаменатель 9. Она умножает дробь на 3. 6 девятых минус 1 девятая. Получается 5 девятых. Это верно. 3 восьмых плюс 1 вторая. Общий знаменатель 8. Добавляем 4. 3 восьмых плюс 4 восьмых. Получается 7 восьмых. Это верно. 9 десятых минус 3 четвертых. Общий знаменатель 40. 36 сороковых минус 3 сороковых. Получается 6 сороковых. Верно. 8 пятнадцатых плюс 1 десятая. Общий знаменатель 150. 8 десятых 150 плюс 15 150. Получается 95 150. Верно. И 3 четвертых минус 1 двенадцатая. Общий знаменатель 12. 9 двенадцатых минус 1 двенадцатая. Получается 8 двенадцатых. Это верно. И котова Василиса получает свою пятерку. Итак, следующее это Медведева Алена, пятый Б класс, математика. Что же она у нас решила? Не понял. А где намашнее задание? Она что, не сделала? Так, я посмотрю сейчас страницы. Она просто принесла чистую тетрадь. Ну, это двойка. Так. Где ДЗ? Два. Ну, это двойка. Так. Следующая тетрадь, это Мухин Максим, пятый Б, математика. Да? Он, у него, у Мухина такой почерк. Что-то у него как-то все быстро решено. И общих знаменателей нету. Как-то странно. Как? 5 девятнадцатых плюс 4 девятнадцатых. Получается 9 тридцать восьмых. То есть, я так понимаю, он просто взял, сложил числители и знаменатели. Господи, ну я же вам говорил, что, чтобы сложить две дроби с одинаковыми знаменателями, нужно сложить числители и знаменатели оставить прежним. Получится 9 девятнадцатых. Пример решен. Неверно. 20 двадцать третьих минус 1 двадцать третьих. Получается 19 нулевых. Пример решен неверно. Получается 19 двадцать третьих. Ну, во-первых, он просто из 20 вычил 1, из 23 вычил 23. И вообще, как может быть дробь 19 нулевых, если на 0 делить нельзя? Как 40 нулевых он сделал. Пример решен неверно. 1 третья плюс 2 третьих. Получается 3 шестых. 2 пятнадцатых плюс 4 пятнадцатых. Получается 6 тридцатых. 57 сотых минус 17 сотых. Получается 40 сотых. Ой, 40 нулевых у него. Так. И что-то у него здесь нет общих знаменателей. 1 четвертая плюс 1 третья. Получается 2 седьмых. Неправильно. Получается 4 двенадцатых. Ой, 3 двенадцатых же, да? Да, иногда учитель может ошибаться. Надеюсь, он поймет, что это тройка. 3 двенадцатых плюс 4 двенадцатых. Получается 7 двенадцатых. Неверно. 2 третьих минус 1 девятая. Одна и знак вопроса. Судя по его методам, он пытался из трех вычесть 9. Ну, конечно же, это неверно. Поэтому 6 девятых минус 1 девятая. Получается 5 девятых. Неверно. 3 восьмых плюс 1 вторая. Получается 4 десятых. 3 восьмых плюс 4 восьмых. Получается 7 восьмых. Неверно. 9 десятых минус 3 четвертых. Получается 6 шестых. 36 восьмых минус 30 восьмых. 36 восьмых минус 30 восьмых минус 30 восьмых. Получается 6 восьмых сороковых. Неправильно. 8 восьмых пятнадцатых плюс 1 десятая. Получается 9 двадцать пятых. Ну, тут без комментариев. 3 четвертых минус 1 двенадцатая. Получается 2. 2 деленное на 9 двенадцатых минус 1 двенадцатая. Получается 8 двенадцатых минус. Так, считаем ошибки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать ошибок. Это 2. Нет, даже 2 с минусом. Так, ну, всех я из пятого Б-класса проверил. Итак, калькулятор я пока отложу. И будем сейчас выставлять оценки в журнал. Так, берем сейчас синюю ручку. И будем сейчас смотреть тетради, которые я выставил. Так, Мухин Максиму. Мухину Максиму я выставил 2 с минусом. На журнале это будет просто как 2. 2. Так, Крылов Артем. А, я Крылова Артема не проверил. Сейчас я его буду проверять. Как я так мог забыть про Крылова Артема? Так. Номер 48. 5 десятых плюс 4 девятнадцатых. 5 девятнадцатых плюс 4 девятнадцатых. Получается 8 девятнадцатых. Почему? Получится 9 девятнадцатых. Пример решен неверно. 20 двадцать третьих минус 1 двадцать третьих. Получается 19 двадцать третьих. 1 третье плюс 2 третьих. Получается 3 третьих или единица. 2,15 плюс 4,15, 6,15. 57,00 минус 17,00, получается 40,00. Так, 1,4 плюс 1,3, так, получается 7,12. Так, 6,9 минус 1,9, 5,9. 3,8 плюс 1,2, получается 3,8 плюс 4,8, равняется 7,8. 9,10 плюс 3,4, 3,6, 40 минус 3,40, получается 6,40. 8,15 плюс 1,10, 8,15 плюс 15,150, получается 95,150. Так, 3,4 минус 1,12, получается 9,12 минус 1,12, равно 8,12. Считаем ошибки, раз. Если одна ошибка, то это пятерка. Так, теперь берем журнал, берем синюю ручку и выставляем оценки. Так, Крылова Максима я поставил 5. Так, Медведева Алиса, у нее 2. Так, Котова Василиса я ей поставил 5. И Тихомирова Алиса я ей тоже поставил 5. Вот такой вот получился ролик про учителя математики. Если вы хотите больше таких роликов на моем канале, то пишите в комментариях плюс, а если не хотите, то пишите в комментариях минус, иди снимай поезда или еще что-то там про Майнкрафт. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был я, Тимур Майнкрафт. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok